Продолжение следует... 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 Она дышит оптимизмом, картина, абсолютной, стопроцентной уверенностью, о чем говорит и название «6 часов вечера после войны», название ставшее почти пословицей, можно сказать, какой был мощный ход и какое было настоящее соединение политики и искусства, потому что мы там следили за судьбами, встретятся, не встретятся, потеряются, не потеряются на войне. Но в итоге мы выходили из кинотеатра, я еще не выходил таким, тогда я был поменьше, но зрители, я уверен, выходили просто вдохновленные и даже, возможно, отправлялись после этого в бой. Так что для меня этот вопрос звучит риторически, значит, мне необходимо ли необходимо соединение искусства и политики. Более того, я скажу вам, что я роста как раз уже, юность моя пришлась на те годы, когда мы во всем выискивали политику. В каждом малейшем, мы же ходили на каждый спектакль, на каждый фильм, и, собственно говоря, из этого и состояла наша юность, которую надо было увидеть. Вы поняли, да? Вы поняли, про что он? Он говорит про завод, а на самом деле он говорит про советскую власть, он говорит про колхоз, нет, он говорит про систему прогнившую и так далее. На этом состоялись громадные биографии творческие, театры, но современник, прямо скажем, ведь на этом состоялся. На этом, в первую очередь, на политической остроте своих спектаклей. Сейчас это все уходит. Это опасно, кстати, соединение кино и вообще искусства и политики. В этом опасность есть, потому что, когда уходит вот эта политическая составляющая, остается уже голое, так сказать, искусство. И оно часто окажется без этой составляющей не так значительно, не так велико. Мне кажется, что «Джаник», во-первых, это очень хороший фильм. Это классно сделанный фильм, и это очень надо отметить и поддержать, потому что, при том, что он взялся за эту политическую тему, весьма нелегкую для современного либерального мышления, современного определяющих в нашем обществе людей, вкусы определяющих, либеральные, они-то эту историю трактуют, мне кажется, даже однозначно, как нашу ошибку или даже наше преступление. Насколько я только не принято это вслух говорить или говорили, но уже забыли немножко. Но сейчас, в случае, обращаться к этой теме не стоит. И то, что он решился обратиться к этой теме, это очень сильный гражданский поступок. И там много есть шагов, которые, так сказать, как он показывает президента и его окружение, совершенно по уже вот новым языком говорит, который мне безумно нравится, потому что это все молодые, сильные, интересные люди, спорящие. И я угадываю за этим некий расклад, кто стоит там за Газаровым, кто стоит за другими персонажами. Но мне это любопытно, начиная с того, что президента будет в супружеской постели, так сказать, с звонком ночным, рассказывая об этом. И дальше этот механизм принятия решения, это необыкновенно интересно наблюдать. Дальше мне очень нравится, как придуман сюжет, что вокруг матери и ребенка движется вся эта история. Чуть-чуть она, мне кажется, натянута, уж так, чтобы прямо она оказалась именно в этот момент. Но и так может быть. Но это мы наблюдаем и сопереживаем по максимуму, потому что самые сильные переживания, какие есть, они связаны именно с матерью и ребенком. Так сказать, там, когда теряются разумы, начинают уже работать инстинкты просто. Мне необычайно дорого, как он показал эту войну, потому что нету там даже слова грузин, кажется, ни разу не возникает. За этим проследили. Во-вторых, нету их физически, в кадре практически, есть там танк, который один раз стреляет. Тут все несколько смыто, и эта деликатность мне, именно деликатность художническая для меня чрезвычайно дорога, потому что он не хочет, это не «убей немца», как мы говорили в 1941 году, как звучали, если хочет, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Это было знаменитое стихотворение Константина Симонова. Здесь это сделано как страшное, трагическое, недоразумение, наверное, неправильное слово, но какая-то вот морок, который нашел на всех нас, морок, нашел на всех нас, и который случился и привел к такому страшному событию, гибели людей, и совершенно, в конце концов, картина агитационная, оправдывающая наш поступок, в конце концов, когда мы и вошли, и присоединили. Это бы не вызвало никакой реакции, если бы это такое походное и главное было неоднократно, если бы нечто похожее сделали бы американцы, но нам это еще не дозволено в этом мире, поэтому такая была реакция, и до сих пор якобы мир протестует. Мы рискнули, мы сделали, это был очень сильный политический шаг, и думаю, что он нам зачтется где-то на небесах.